Он мне деньги спонсирует на издание книги. Приезжает ко мне домой. Я даже не знал, что он еврей. Там человек, ну, допустим, директор университета. А кто? Бог располагает. Когда пути угодно человеку, человеку угодный Богу, Бог и врагов примиряет с ним. Не надо нам льстить перед ними. Вот ко мне приехал директор рекорд-раборщичного завода. Мы по ограде гуляем. Его Роберт Робертарь вызывает. Хороший человек. У него, я насчитал, это 70 с лишним похвальных грамотств. Я говорю, ты же весь город отравил. Но я же казну наполняю всю. Главное, поступление с него. Я говорю, ты ад наполняешь. Ты бы водой лучше торговал. Я вот сегодня приезжаю, а его сняли и поставили начальника водоканала. Он говорит, вот ты мне напророчествовал. Водоканала. А человек хороший. Ну, просто видно по человеку. А мне это вторая бабушка еще говорит. Вы, говорите, одна бабушка. Ты торгуй водой. Вот этот подход к человеку, где сказать, это искусство, его надо у Бога выпрашивать. Почему Сергий Радожский находил путь каждому, а от князя до самого Низа. И не в стиле. Вот по флуке мы считаем воровской. К нему князь Петр, говорит, шел на исповедь. Колени подгибались от страха. Житие пишет. Чтобы колени подгибались от страха, это явно, что он ему ничего не спускал. А не так, что епископу знакомы, отпускаются тебе грехи. Ну, на храме Христа Спасителя, их там много имен. Везде нужно быть нелицеприятным. И строгим, и в то же время внимательным. Нам это очень трудно дается. Мы хотели приехать сюда еще и Владыку нашего поблагодарить. Я говорил уже как-то об этом. Мы так рады, что столько лет он нас терпел. Это не секрет. Он сам так даже выразился. И мы не расстались в наших молитвах и за богослужением он так и остается. Для нас ничего больше не существует. И мы как община, как деревня, как детский лагерь, как благовестники, я на 100% даю гарантии, не состоялись бы не быть у нас этого нашего владыки. И мы его считаем для нас как дар Божий. И это не год, не два. Речь идет чуть ли не о 17-х годах. Может быть, я сейчас ошибаюсь. Мы не сахар. И он сам говорил, я когда к вам приезжаю, ну бабушка прошла, как там заупакует, а тут другие вопросы. И он это очень тонко чувствовал. И мы остались. Зачем мы с такой дарь-то ехали сюда-то? И увидеть, и поблагодарить. Тем более у него и здоровье-то не лучше видеть. И это может навсегда. Но в нашей памяти. Сапоги давай подарю. Я еду. Они у меня как раз приток в моей ноге. Вот в чем дело. А другая в Мазуле не отражает. Сейчас не производят таких. Да, именно так. Вот, так я тебе дам. А нет, смотрите. Я вел занятия в высшем авиационном училище. Ну и вот когда собрались, а у них преподаватели почти все полковники. Комната полковников. Такой возвышенный дух после занятий моих, выступлений. А 470 курсантов. Скажу, ты как себя чувствуешь? Мне кажется, я ни в какой академии ни дня не учился. Они не знают, чем угостить. Давай пиво давать, я не пью. Там какая-то рыба ввяленая. Один говорит, а сапоги возьмешь? Я говорю, какие? Он за диван полез, застает там сапоги. Вот нам дали. Не эти, я ловую. Какой размер? 40. Как раз мой. Я его возьму. Бог находит таких людей, о которых ты не подозреваешь. Однажды за мной заехали в совещание прокуратуры и помощников прокурора. Ну, на машине заехал полковник Сотников. Я выступил. Вольню, скажу, за богами. Владик, я не возьму, у меня дома запасные лежат. Послушайте. И вот на вокзале встречаются пьяники немножко и говорят, а вы меня не знаете, нет. Я прокурор там зонального. И тогда вы перед нами выступали. Знаете, все здесь. Я говорю, а что же ты выпишешь? Ну, я в городе, как вроде, расслабиться. Вот мы сеем, когда мы плоды можем не увидеть даже при жизни. Владыка, истинно и искренне мы вас благодарим, что вы были нашим епископом. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Христос. В земло вкладимся вам и от всего сердца благодарим. И просим ваших святых молитв и благословения на дальнейший наш путь. Господь да благословит ваши стопы и ваш уста оградит от всего вредного, от нас только нужное и ценное для людей. Аминь. Аминь. Да помилует Господь. Ну что, подойдем еще на флоте, благословимся, и мы уезжаем. Я вам еще не все показал. Так, Владыка, прошу благословить. И помни. Я прошу тебя в мою келью заглянуть. Хорошо. Только я не один задалю с братом. Ну ладно. Я плохо слышу, мне все время нужен переводчик. Так. Пусть будет вот два брата. чтобы они вот эту дверь снились в Петель. и куда мы идем, покажем. 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 Вот. Это кто-то бросил уже. Сережа, отбери. Покни, отбери. Покажем. Кто-то подошли еще уже, это нельзя делать. Еще говоря, бросили еду. Может быть, он там. Собаку учат, чтобы она никогда не воровала. Собаку учат, чтобы она никогда не воровала. Нет, нет, нет. А что это вы строите вот такое? Это не мое. А что? Попросили, чтобы постоянно жить. А, это просто место. Да, да. городским-то властям зачем-то обращаются. Мы показывали, что Олега Одесса не сомненит. Никакая грязь, самая сомненькая, не открыта. Это можем просто пример брать. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда ты? Я приехала. Первое слово тебе. Подойди ко мне. Думаю, как зашли, чтобы было. Это мирская, не было вредная, очень нехорошая. Это мирская. Посмотри, что у вас есть. Самая ценная женщина будет, это будет закрыта под ворву. Слышала? У нас с тобой хорошее отношение всегда будет. Я тебе самую лучшую за один год характеристику вырвал. Понимаешь? Твоё чадо? Да. Ты что-то лично добровато. А это второе чадо будет. Ну, а сама-то? Еще кто-то ворв. Ты лишнее старайся не наживать. Добрый день. Здравствуйте. Кто? Мама. Мама. Ну, вот так. Идем, Валя. Ладно. Пошла я в больницу. Так, Валя, кота он пошел. А куда надо войти? Идем. Это Валя Стоянова. Она была у меня Валя. Один год была, я его характеристикюю. Ладно, я ехал. Валя Стоянова приезжал, как за Фёдор звать. Ага. Он живой, нет? Живой. А это что за сооружение? Иринский тут. Ну, нет. Они же тут, не могут к вам в гости приходить. Приходят. Мальчик, когда экзамены течисляют. Ага. Я следую педагогическую, мне сколько лет. Благодарны, слушатели? За эту зиму только три раза. У, нет. У меня четыре часа каждую неделю у них было. И некоторые люди оттуда покаялись, обратились, верующие в себя. Ну, то есть, совершенно бесплодно, нигде не было. Ну, учителя у нас в приходе много. Учителя, люди культуры. Ну, такая у нас у музея стоит что-то. Так я просто говорю, тут убрали, говорю. Здесь у них ребят у кого-то. Паркут. Ну, говорили уже, что перемерят по планировке. А, ну, когда жмал многие стоят. Вон, качать, пожалуйста, в дальнюю саду. Вот это вот линейтевые смыслы, которые коснулись, они хорошие места. Но когда благословляют танки в Чечне, которые лютуют там, как буданов, это никуда не годится. Это, просто на столетие вперед нам пусть заказано туда. И сейчас указание всем боевикам будем в первую очередь отстреливать попов. Как самое завредное. И плата такая же за полковника, за убийство. Едут танки, все крапят, освещают, а они там что-то делают даже вообразительные. А потом показывают ролики, пойманы в плен и живым голову резают. Это не фильм какой-то, просто снятый. А вот теперь расплата. А можно балмотовым? Конечно, можно. И я в первую очередь мусульманка, а она в преподаватель теологического факультета. Самира. Так она ко мне иначе не обращается, как учитель, отец. Она считает салтынка своей нестанетной, а не ходит в женский монастырь. Ну что это? Православность. Она меня очень рада не запрещает, но я бы с ней видел, что меня зовут Валентина. Я говорю, приедешь, крестишься, будешь Валентином. Я называю Самира, это наша собеседница. Попробуй, ну иди. Да еще и пес. Слези ты. Ну, он тягнет. На месте. На месте, на месте. Проходи. Да, вот. На себя, ну смотри. Смотри, тягнет. Нет, он у меня. Беспрекословно. Так, мы посмотрим, как он. Заходите, мы за вами. Нет, мы посмотрим, давайте, Саня, тогда я его. Посмотри, какие фортаменты. Смотри, Кипишок. О, немаленький, у вас размер такой. У вас какого размера? Наверное, сороковой. А у меня это даже на ноги налезет. Ну что ж, это у вас предбанник. Это котельная, домов топляет все. Вот апартаменты. Добство. Метрополище. Господи, 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 помилуй нас. Боже, не грешеный, создай мне, Господи, помилуй нас. Вячеславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. А где у вас след включается? Смотрите, как рассмотреть все надо. О, вот окно в мир. Понятно. Вы к нам на сайт заходите, нет? Иногда. Но у нас есть. Есть у меня. А вот когда на сайт зайдете, вверху прямо написано коричневым по-зеленому православным форумом Игнатия Лапкина. В него только щелкнули, вы сразу на форуме. А на форуме 1300 тем. А там вверху строчки общий поиск. По общему поиску, допустим, вы решили Кураев, и она выдаст все файлы, которые у меня... Но одна тема, это бывает 10 страниц. Допустим, современное православие или иудаизм, мусульмансы, и все это с фотографиями, с роликами, с выступлениями патриарха. У меня очень богатый форум. Я уехал, сейчас субер-модератор, его жена там за этим делом следит. Это, наверное, фотография ваш отец. Это мой папа. Это моя сестра, которая здесь жила. Это я для нее подкрою своими руками. Вот это вот? Да. А зимой-то вам хватает тепла здесь? Хватает. У меня здесь под лежанкой трубы. Я пищи делал, лежанка обогреваемая всегда была. Любили бабушки. Да. И как часто вы выходите в эфир? Ну... Николай, зайди сюда. Ежедневно, вообще-то. А вы в Mail.ru страничку имеете? Мой мир. Запомните, мой, чертите где-то на память. Вам это сделать в течение там пяти минут буквально. И ко мне в друзья попроситесь. Я рассылки делаю. Каждый день делаю рассылки. Мой мир называется. Или Mail.ru Mail.ru Специалисты там сразу сделают. У меня, допустим, 3300 друзей. И я рассылаю, допустим, вот такой-то материал сегодня. И к нему прикрепляю ролик. И вы сразу его вскрываете, смотрите. Но вконтакте тоже самое. Нет, нет, контакт это мертвая зона. Там ничего нет. Почему? Это одновременно одним щелчком на всех друзей, какие у тебя есть. И при том, я к каждому прикрепляю 10 фотографий. Материал 4000 знаков. Mail.ru все вместе, которые сегодня есть система общения, даже близко не стоят, насколько оно удобное. Вы где это взяли? А вот, приобрел. У вас не продается здесь? Нет, это из Москвы привез. Дело в общем. Вот посмотрите, Игнатий Душаин. Запомните фамилию. На, сфотографируй. Ну, вам понятно, кто это. Теперь смотрите. Я открываю первую страничку. Открываю. игумен такой-то. Извана по благословению кого? Алексея Второго. Ну, можем сомневаться и не сомневаться. Но, ее продают в клочках. И одна подошла и говорит, вы что, это батюшка, вот вы против там. Так вот же, батюшка кресит. Как? Ликвидировать все до одной. Из одной фотографии. Сразу, мгновенно все изъяли и все. Ну, какое общение может, какое единение, с кем единение-то? Вот это вот, как раз у нее брошюрка продавалась. Ну, кигорь, в Байл-ру. Зайти. А, у меня что-то, это, нарушилась связь. Владыка, я плохо разбираюсь, но я потом это инструментом... Я, может, совсем не разбираюсь, но у меня все есть. Хорошие программисты. Майл-ру, Владыка, это все, это целый мир. Вот у меня в Майл-ру, вы если зайдете, ну, там 2800 фотографий, про нас 500 роликов, это все здесь. Там фильмы, там чего, только нет. Какая новинка сейчас, мы только раз туда, все, все 3300 одним щелочком получили. Мне даже удивительно, кто какие-то контакты пытается сравнивать. мои, мое детство. Так, ну-ка, давайте. Вот моя крестная. Вот и ваша крестная. Да. Так, а где вы? А нет, меня нету, я маленький был. А, вот. Но это священник при мне, сюда назначили, вместо отца Александра Ильина. Вот. А это, старшество. А у вас где-то молодые годы есть фотографии? А у меня, у племянницы, она живет в родительском доме. И здесь у вас нету? И она вынесла там все мои вещи, я еще их не разбирал. За два года у меня не нашлось времени. А вы это сами купили или подарили? Нет, не подарили. Сейчас больше экран существует? И более быстрая работа? Очень плохо загружается. Ну, часто сбои. Владыка, может вам денег дать? Купите? Да ничего. А, Бог даст. Все на пользу. Ну, я вам дам на компьютер, а вы на дорогу. Все на пользу. У нас на бензин на дорогу идет каждый раз 30 тысяч. Вот выезжаем. Ну, вот так. Народ должен собрать. Владыка, это связь с миром. Просто необходимо. Это одновременно и когда играют в компьютерные игры. Вот следующий год. Я сейчас молодым людям говорю, компьютеры играешь, играю, батюшка. Это хуже одержимость Собесовской. Я говорю, ты вот что сделай. Вот перепиши все православные сайты и каждый раз, как включаешь, проверяй, что там нового, что тут нового, что тут нового. И ты втянешься в это, и у тебя не останется времени совершенно на игры. И вот такой будешь получать пользу. У меня дети, которые компьютер, они в храме заходят, падают в обморок, первый раз только походил. Открытый храм, сквозняк. Одного вынесли, заходят, стопира упала, а она еще тут не отошла от себя. Ее вынесли на скамейку, на улицу, заходят, третий упал. А пока этого выносят, те сидят, нормально глазами хлопают. Да главное, падает, как полотно, белое вот такое лицо. Стало разбираться, все компьютерные игры занимаются. Да? Ага. Ага. Вот. Ее за это набили, собаку. Вот и у нее какой светощик. Я не разлипел, это, молодой. Это мандарину. Есть? Ага. Это для заварки хорошая штука. Без хозяев, ничего, придут хозяев, повеслеет. Ну ладно, Надежда, мы сильно переживаем, что собаку наказали. Она говорит, меня надо было наказывать. так, батюшка будет звонить или что? Ну тут уже скажете, мы сейчас уходим, уже совсем уезжаем. Будем спрашивать, как выход на курган. У вас там нет знакомых? А это рядом с курганом. Это 90 километров от кургана, шапинска. Но там отец Владимир. Какой? Отец Владимир Карелин, который был у нас, он очень грамотный батюшка. И я думаю, что он вам будет там... А сколько? А вы адресы все знаете, телефоны. Может, вы даже пусть их можно измерить. А сколько жителей в этом городе? Он поболее. А в этом городе? 120. А у нас тут 50. 60. Понятно. Это 3 Павловска. На нашем пути, там село тоже сделали его городом. Так, вы остаетесь, муж или ю? Иду. Ох, как смотрит сердце. Смотри. Как зашу собаку? Дик. А, Дик. Вик. Дик. Дик. Это означает дикий. Да. А, он дикий и есть. Смотри. Сижу, руку несу. Ну, Володыка, замечательно, что вы нас провели. Мы хоть увидели апартаменты ваши. Я строил для сестры. Для сестры, для старшей. А она умерла здесь. Здесь сколько лет было? 62. А отец сколько жил? 68. А вам сколько? 57. 57. Ну, если в среднем брать, у вас еще есть что-то в запасе. У меня отец 76, умер, мне 73. так что нам может до родителей это не дожить. Все, выгоняем машину, скажи ему. Давайте. давайте. я выступаю, как я говорил. Такое благодатное время Бог там, при всем этом разори, да, вот свободу какую. Мы можем молиться, можем сведневствовать, можем собираться где хотим. Но это перекрывает все недостатки, даже весь грабеж, все остальное. Мы уподобляемся первозданному адаму в этой свободе. Как же мы могли это не отстенить? Я понимаю, 20 лет это срок. И каждый день в 23-м могли воспользоваться заброшенные на руку храмы строили. Эти храмы отнимут и найдут применение другое. Девочка пошла. Докожанка вышла. Ухватки исходники, которые подчиняются от вангу. А, он пошел сюда. Хоть другое. Прислужил в лотарее или, может быть, даже уже ознакомился бы. И вдруг его там что-то и так пообидели. Он перешел в такую-то пятизвященскую сетку. Ну и, а у меня, друзья, там священников столько много, там архиереев несколько. Я не говорю, а тут вы имеете такой опыт работы с пикантами. Ну попробуйте с этим поговорить. Ему подойти нельзя, это волк, это змея, это дракон, это он там кидается. Ну, мы познакомились. Конечно, не сахар. Но, дальше началось совершенно необычное. Он просит бы наслаждения. Он берет эти материалы. Он интересует. Я не знаю, с чем дальше еще что-то закончится. Вот, недавно мы встретились. Ну, мне нужно было много евангелий. Это не один из импиадов. Я по интернету объявил. И нашелся один из сексантов, руководитель Плесвитинга. Я могу дать 4 тысячи. Так, не забыть. Как к Осипу вы относитесь? Так, понимаете, это очень умный человек. Но столько у него намешанного бывает. Просто вот я когда посылал это к Истинному православию, он все материалы одобрил. У него хорошая пропасть, но все больше и больше у него встречается такое, которое совершенно не подтверждается писанием. Его книги нужны? Нет, не нужны. Никак. Мог бы дать? Нет. Вот. Ну, отослали вот недавно. Иван этот, Суворов отвозил там к Истинному православию. И как к этому человеку подойти? Мы туда приехали. И вот он поднимался. И пока опускался вместе, ну сколько, ну 2 минуты говорили. С ним произошел такой перемен. Это первый раз встретился. Он задел нас, вот так, вот так. Берите, сколько он везет. Вам дайте Евангелие с этим. Поставим к ним. Так, пошел. Да. Теперь, мы уже это вам подарить? Ну, нет. Отпай не есть. Хорошо. А это Евангелие вы сейчас делаете. И вот что? Ну, у меня сейчас больше не стоит страшить. Крупный шрифт. Хорошо. У людей что-то... Заметьте, этот человек, сектантка. У него 9 ребятишек мы пришли. И он сам попросил благословения. Я говорю, я не священник. Вечером молились, утром. И наши видели, что он уже перекрестился. Это Бог открывает человеку. Абсолютно невозможно. Такая крепость. Так, открой Николай и достать там новое... Эти... Евангелие. Последнее. Ну, я, конечно, считал, это не православие. Епитов, православие. И главная тема, это священство и церковь. Вот чего не хватает. И все остальное будем по-человечнику. Так, это Атеана? Да, Атеана. Теперь стали выпускать Атеана вместе с Римлянами. Коробку, да? Да, коробка. Там две коробки мы взяли, одну можно отдать. Мы как раз к месту пришли и к месту отдадим. Типографию заснять. Типография работает, заснять нужно. Фу, обязательно даже. Так, подожди, без меня не ходите. Николай, принесешь, куда поставить ящик? Сергей, где? Сергей, не трогай, выйди сюда. Николаю, помоги. А мы пошли типографию смотреть. Чтоб времени не затратить. Пойдемте, покажите. А? Да там свои... Сережа, давай, давай, вокруг. Собака очень серьезная. А где за lớ 반�ом? А где за блин? В.